Друзья, сегодня смотрим концерт La Minor Эдварда Грига. Норвежский композитор. Очень сейчас популярна тут норвежская тема и все остальное. Уют в доме и красота. Но Эдвард Григ был очень уникальным норвежским композитором за счет того, что он в свои песни включал норвежскую музыку. Это, знаете, вот если бы какой-то русский композитор написал бы симфонию или концерт и включил бы туда песню «В опале березы стояла» или что-нибудь там, я не знаю, «Ой, мороз, мороз, не мороз мне» и все остальное. Так вот, Эдвард Григ вот так вот взял и в концерт La Minor внедрил вот эти вот норвежские мелодии и вот эти вот интонации. Поэтому он такой странненький, да? Поэтому он так цепляет наше ушко. Ну что, пробуем? Я вам сыграю от начала до конца, а потом будем уже разбираться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такой вот концепт, обработка, переложение для фортепиано. Значит, что у нас по форме? Первая часть, даже вступление, первая часть, вторая и третья часть, как бы повторяются, и заключение. Итак, с чего мы начнем? С того, что у нас концерт. Вообще, что такое слово концерт? Концерт изначально это было как бы соревнование какого-то солирующего инструмента, к примеру, фортепиано и оркестр. То есть фортепиано является солирующим инструментом, у которого свои там какие-то пассажи, какие-то технические сложности, ведь там он довольно-таки сложный. То есть он довольно-таки сложный. Я вам сыграла вступление в оригинале, которое у фортепиано идет. Тут, конечно же, облегченный вариант для начинающих. Собственно, в этом и плюсы есть. Смотрим. Тональность ля минор. Здесь есть очень много таких птичек. Птички это акценты, то есть мы должны ноту очень так прям подчеркнуть. Залегованная нота не повторяется. Залегованная нота не повторяется, мы это помним. И тут довольно-таки много пауз. Что мы делаем во время паузы? Правильно, молчим и убираем ручку с клавиатуры. Пробуем. Первая часть. Акцент. Акцент. Вот так, как будто бы такое, как бы, труба такая. Акцент. И нет акцента. Это очень маленькая такая, знаете, маленький нюанс. Там были акценты, здесь нет. Все дело всегда в деталях. Играем дальше. И повторяем еще раз. Потому что у нас стоит реприза. Но как мы повторяем? Мы идем на повтор. И второй раз, когда мы проигрываем это. Очень сильно сыграю в быстром темпе. Мы уже перескакиваем первую. И переходим на вторую скобку. На вторую скобку. Почти идентичная первая и вторая скобочка, кроме последнего аккорда. И переходим на заключение. Форте. Итак, что мы с вами посмотрели? Понятно, что тут у нас идет мелодия и аккомпанемент. Поэтому постарайтесь мелодию более выразительно играть. И по степени нагруженности правая рука должна звучать на 60% от всей громкости. А левая на 40%. То есть, да, чувствуете? Правая рука должна немножко так более. Вот чтобы была в должной степени слышна мелодия. Итак, что я еще хочу сказать? Нотки я оставлю в своем телеграм-канале. Также вы можете подписываться на мой инстаграм и на мой канал в ютуб. Но если вы все-таки хотите научиться играть на фортепиано самостоятельно, разбирать ноты с листа и понимать вот эти вот всякие нотки, закорючки, как сказала моя ученица однажды, больше она теперь не говорит, потому что мы с ней все уже посмотрели. Записывайтесь ко мне на занятие, и мы будем с вами разбираться. Потому что моя цель научить вас читать ноты так же легко, как вы читаете текст на своем родном языке. Поэтому встретимся с вами уже совсем скоро.